Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире рубрика «Живая среда» и, конечно, мы рады приветствовать гостей в нашей студии. Мария Вдовина, любимица семьи, и сегодня мы поговорим о лабрадорах. Зовут ее Лесси. Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Вообще, если говорить о собаке лабрадор-ретривер, это собака с золотым характером. То есть ее можно характеризовать как самая послушная, самая дисциплинированная, самая трудолюбивая и самая преданная собака. Мы знаем, что это собака президентов, королей, спасателей, полицейских и инвалидов. Ну и, конечно, Мария, скажите нам, пожалуйста, как у вас появилось это чудо дома? Это была моя мечта. Я очень хотела собаку, много читала, выбирая породу. И пришла к выводу, что именно лабрадор должен быть в нашей семье, потому что лабрадор очень любит детей, никогда не обидит никого. Нет агрессии абсолютно. Совершенно нет агрессии. То есть в гости всегда приходят маленькие дети, для того, чтобы не случилось никакой непредвиденной ситуации. И вообще эта собака-компаньон. Наша семья ведет активный образ жизни. И везде мы берем лисушу с собой, она везде с нами отдыхает. Ну, поэтому вот именно я хотела лабрадора. Был немного против, не разделял мои взгляды мой супруг. А он почему был против? Ну, потому что он понимал, что тяготы прогулок, скажем так, лягут на его плечи. Да, и ранним утром, и дождливым днем. Но вы были непреклонны. Ну, он предлагал мне взять маленькую собачку. На самом деле и родственники отговаривали, и друзья все советовали завести маленькое животное. Мы сговорились на котенка. Я стала выбирать котенка. Подобрала на виду подходящий вариант. Позвонила, но его уже, к сожалению, забрали. И тут случайно мне попалось на глаза объявление о продаже лабрадора. Ну, я, естественно, поднажала. Решили все житейские вопросы и приняли решение. Лэси, у нас немножечко улеглась, наверное, нужно. Лэси, давай мы чуть-чуть покажем себя нашим зрителям, как ее по паспорту увеличают. Она с родословной. Да, лиливой сноу. Вот так вот. Все непросто. Мария, ну, давайте немножечко поговорим о истории возникновения этой породы, потому что, как всегда, история окутана всевозможными хитромудростями, хитросплетениями. Вот откуда появилась эта собака и в какое время она стала популярной? Ну, о породе лабрадор-ретривера узнали в начале 19 века. То есть на восточном побережье острова Ньюфаундленд были собаки. Их точного названия как бы неизвестно. Ну, допустим, Ньюфаундленд они назывались. И в начале 19 века несколько особей были завезены в Великобританию. И там-то, скрестившись с другими породами собак, и была выведена порода лабрадор. Ну, вообще она, вот, раз мы говорим об этом острове и эта морская среда, собака беспредельно любит воду. То есть это ее самое наилучшее времяпрепровождение. Она у вас была маленьким щенком. Как вы начинали с ней общаться? Потому что вот есть такие сведения, что щенок в 3 месяца лабрадора, он уже выполняет определенные задачи и поставленные задачи перед хозяином. Те, которые щенки некоторые выполняют в 6-7 месяцев. То есть она очень способная, интеллектуальная. Это действительно так. Она очень умненькая, очень рано она освоила все команды, причем не такие примитивные, как сидеть, лежать. Она приносила разные предметы. То есть вы ее просили? Мячик назывался мячик, там уточка называлась уточка, ну вот игрушки. Она различает предметы, да? Она различает предметы. Когда она хотела гулять, она приносила в зубах ошейник. Вот с какого возраста она уже начала такая быть активная, умная собака? И вот в год она уже выполняла практически большинство команд? Это даже ранее было. Это вот вы как говорите, это с 3 месяцев все и началось. Причем не специально мы ее, скажем так, этому обучали как-то вот в процессе просто общения. Ну а вот с детьми, то есть это ее называют даже собака-нянька, то есть она может вообще находиться одна, оставаться с ребенком. И ты 100% гарантированно знаешь, что никаких проблем не случится. Да, это так. Вашим деткам было сколько времени, сколько лет, чтобы они вот общались? Ну в нашей семье маленьких детей нет, но вот в гости приходят мои друзья, родственники с ребятишками, начиная с грудного возраста и дальше. И никогда не было никаких ситуаций, где можно было бы переживать за их общение. Мария, знаете ли вы такие истории? Ведь действительно эта собака, она настолько умная, интеллектуальная, она готова выполнять любое задание. Это ее желание, она хочет служить именно для человека. На памяти есть у вас истории, когда они просто подвиги практически совершали? Ну в интернете, конечно, много историй о собаках-героях. Среди них я читала такую историю, что 11 сентября 2001 года всем известный был теракт в Нью-Йорке, США, в мировом торговом центре. Так вот, на 71 этаже находился незрячий специалист по вычислительной технике. Рядом с ним была собака-поводырь. Когда случилась катастрофа, как он рассказывает, что он понял, что его шансы спастись очень малы. Он переживал за свою собаку по кличке Дорадо, спустил ее с поводка, потрепал ее по шерстке и попрощался с ней. Он хотел, чтобы она ушла. На какие-то минуты собака пропала. Ну то есть ее просто толпой, видимо, унесло. Прошло несколько минут, и он почувствовал, что собака вернулась. Он тыкался в ноги носом и показывал тем самым путь хозяину. В результате они спаслись. Они спаслись, они выбрались из башни, даже прошли еще пару кварталов, и потом случилось обрушение. У меня тоже есть одна история. Это известное землетрясение было в Эквадоре в 2016 году. Собака по имени Дайко, она служила на пожарной станции. И вот в этот период, когда дни шли просто на счет, собака не ела, она не спала, она спасла 7 человеческих жизней. Но сердце ее не выдержало, и собака погибла. И вот была история, что практически все, весь отряд пожарных и спасателей, они прощались с этой собакой и просто беспредельно были благодарны этому животному. Ну хорошо, Мария, еще нам расскажите, все-таки, как она себя чувствует на улице, какой уход за ней и питание. Я знаю, что вот эти вот собаки, они очень любят лакомства, да, то есть они не прочь хорошо покушать. Вот как она у вас дома, то есть где вот она, вы когда кушаете, где она находится, то есть на это на все эти правила. Да, мы придерживаемся режима питания, потому что лабрадоры склонны к ожирению, они склонны к аллергиям, поэтому кормим два раза в день. Собака воспитанная, да, то есть она не сидит, не просит. Слонна нет, в течение всего дня ничего мы ей не даем, кроме овощей, это да, это позволительно, морковка, перец, огурцы, пожалуйста, а так она кушает говядину и кашу с овощами варим. По окрасу лабрадоры, они вот как характеризуются, какие только могут быть окрасы у лабрадора? Существует три окраса, это черный, палевый, как Леси, и шоколадный. Вот Лесе уже пять лет, и, конечно, наверное, она была мамой. Расскажите, вот какой она мамой была, сколько щенков было, и как она вот этот период жила? Да, 1 февраля появились три щеночка, два мальчика и лапочка-дочка. Да, да, да. Появились они путем кесарево сечения, поэтому нам пришлось помогать Лесюше, заботиться о щенках, потому что первое время ей самой было тяжело. Перерывы на прогулке были очень короткие, она все время находилась со щенками. Все, что было им необходимо, конечно, все им от нее доставалось. Вы, естественно, отдавали щенят не только в добрые руки, вы как будто свое родное сокровище прослеживаете, как сейчас они живут. Мы общаемся со щенками, два щенка живут в Иркутске, один в Ангарске, мы поддерживаем связь в соцсетях, видим, как они растут, это очень радует. Лесе у нас вообще расслабилась, ей здесь приятно и комфортно, сначала она была немножечко в таком состоянии. Ну, что ж, хорошо, Мария, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Мы желаем здоровья всей вашей семье и, конечно, вашей любимице. Всего доброго, до новых встреч. В поисках хозяина миниатюрная собачка-розочка, веселая, озорная, хорошо относится к детям, возраст 3 года, к выгулу приучена. Ждем звонков от добрых и ответственных людей.